Если вы думаете завести шиншиллу, вы сомневаетесь, посмотрите, пожалуйста, это видео и сами решайте, покупать вам шиншиллу или нет. Мы вам из своего опыта рассказали 5 плюсов и 5 минусов заведения шиншиллы. Всем привет! Вы на канале Полина Продакшн и сегодня мы будем говорить про плюсы и минусы шиншиллы. Заведение шиншиллы. Да, мы взяли 5 минусов и 5 плюсов. Первый минус. Он может погрызть разные провода и шкафы. Вот он у нас, раз, урон. Сейчас покажу еще. Вот два урона он погрыз. Еще он сгрыз шнур, вот этот черный, от лампы. Мы его поменяли, но лампа не работает. Извините, это я погрыз. Вы больше так не будешь? Нет, больше так не буду. Простите меня, пожалуйста. Хорошо, постараемся тебя простить. И не забудьте подписаться на мой канал. Для этого нажмите на эту красную кнопочку под этим видео. Оп, оп, грызет. Давай еще попробуем, погрызи. Вкусненько. Че, Андрик, смотри, не сгрызи, а то нам еще пригодится. О, моментально уже нет уголка. Второй минус, это измельки неручные. Неручные. Не любит сидеть он на ручках, видите, вырывается. Еще минус, что у него клетка дорогая. Скажи, пожалуйста, почему она дорогая? Трехэтажную мы купили, чтобы Чундрик наш и прыгал, и бегал, и скакал. Иди домой, Чундрик, иди в клеточку. Иди домой. Он сейчас у нас прячется за шторой, сбежал. Я сейчас попытаюсь его заставить командами, дрессурой. Да, посмотрите. Вот это да. У нас умный чинж. Чундрик, мне хочется тебе поаплодировать. Чтобы Чундрик опять зашел в клетку, давайте наберем на это видео много тысяч лайков. Наш Чундрик явно заслужил лайки. Чундрик, иди-ка домой в клеточку. Иди домой в клеточку, Чундрик, домой. Молодец. Как вы думаете, лайки? Лайки, подписчики. Лайки Чундрику полагаются. Умница, Чундрик. Давай, я ему всегда и даю что-нибудь... Давай, дай ему что-нибудь вкусненькое за то, что он сам вернулся в клеточку. Он сразу вниз. Давай, давай. Четвертый минус шиншилы. Это ночной зверек. Когда люди спят, он бодушствует, пищит, прыгает по клетке. Вы сами это уже знаете, кто подписался на мой канал и кто просто смотрит меня. Они уже видели, как я рассказывала, что когда бабушка в нашей квартире спала, в зале... Как он себя вел? Да, как он себя вел. Че это он? Это он зубы. Зубы как-то зубами заскрипел. Так, а днем, наоборот, он спит. И с ним не пообщаешься особенно. Мы ждем вечера, чтобы пообщаться с шиншилой. И последний минус. Помнишь какой? А посмотри наверх над клеткой, что у нас? А, пятый минус. Это то, что шиншилы не выносят жару. 25 градусов для них это максимум. Если больше, то только включать кондиционер. Мы когда уезжали на три дня, на все три дня пришлось включать кондиционер и привязывать кормушку скотчем, чтобы он ее не опрокинул. И, наконец, плюсы. Первый плюс шиншилы это то, что она пушистая и очень милая. Мягкая на ощупь. Самый мягкий мех в мире. Самый пушистый. Очень приятно его трогать. Второй плюс это то, что она очень милая. Очень милая и умильная. Поведение у него очень умильное. По-другому и не скажем. Он скачет на задней лапке. Стоит на задней лапке, скачет, все разнюхивает. Третий плюс заведения шиншилы. Не кусай, не кусай. Как раз. Какой третий плюс? Редко. Редко кусает. Если его только совсем разорвать или замучить. Ну, я думаю, для Чундика это будет первый раз, да? Ну, куснул уже. Вот куснул. Ну, не сильно. Кусается, если кусается, то не сильно. А так слегка-слегка прикусывает, как бы предупреждает. Ну, сейчас, Мичундрик, сейчас дадим тебе морковку. Ты у меня звезда Ютьюба со мной. Так, следующий плюс заведения шиншилл – это то, что он много ест? Мало ест. Мало ест. Мы сейчас покажем, сколько он есть в сутки. Вообще, полторы, ну, одну-две столовые ложки. Ну, давай заново насыпем. Насыпаем одну ложку корма и чуть-чуть поменьше прикорма. Вы посмотрите сами, как мало он на самом деле ест. Алёна, переходи мне, чурик, а то я не могу это… я не могу… Так, сиди тихо, шинш. Сейчас. Насыпаем тебе еду, шинш. Одну. Столько зелёного сына? Ну, вот он столько даже не съест. И чуть-чуть поменьше. Ну, давай, целую ложку просто, ничего страшного, можно и целую. Ну, насыпь ему нормальную, целую. Вот, ну, это вот, вот, это максимум, что он съест. Засыпьте. Так что немного ест, так и экономия налицо. И последнее? И последнее, что от… Шиншилы? Не воняй. От шиншилы практически нет запаха. Да, вот мы сейчас… Понюхай, пахнет? Только древес… ну, вот чуть-чуть, вот совсем… Чуть-чуть, но это, честно говоря, три дня уже я не меняла. Ну, совсем капелька. Каполина у нас очень чувствительная по запахам, очень чувствительная. Если вы думаете завести шиншилу, вы сомневаетесь, посмотрите, пожалуйста, это видео. И сами решайте, покупать вам шиншилу или нет. Мы вам из своего опыта рассказали 5 плюсов и 5 минусов заведения шиншилы. Будем пробовать пускать его самого? Да. Давай, наш дрессированный шинш сам пойдет в клеточку. Давай, иди в клеточку домой. Молодец, умник мой, умник, хороший. Нет, обратно не надо. Ставь лайк и подписывайся на мой канал. Пока-пока. Пока, шинш. Пока-пока. Пока-пока.